Всем привет! С вами Диана Суворова и сегодня я буду тестировать самые милые кисточки на свете. Я бы даже сказала самые мимимишные кисточки. И это кисточки от бренда Sephora, вернее это совместная работа Sephora и Moschino. Moschino известный итальянский бренд одежды и парфюмерии. До этого Moschino еще не выпускал ничего связанное с косметикой, насколько я знаю. К сожалению, мне удалось купить только вот этот набор кистей. В коллекции была еще прикольная палетка теней в виде такого мишки и там было много разных оттенков теней. Также там были блески для губ и хайлайтеры. К сожалению, сайт Sephora пока не доставляет в Украину. Я все жду, когда это случится. Ну или Sephora официально откроется в Украине, если вы тоже за это ставьте лайк. Я пользуюсь услугами доставки сервиса Pick It Up. Это сервис, который может доставить вам быстро не только косметику, но одежду, обувь, аксессуары, вообще все, что вы захотите. Я часто ими пользуюсь. И если вы живете в Украине и мечтаете о какой-то косметике, которую нельзя здесь достать, заходите в инфобокс. Там будет ссылка и подробное описание этого сервиса. Очень рекомендую. Более прикольных кистей я еще, честно говоря, не видела. Ну, разве что их можно сравнить с кисточкой рыбкой, которую я недавно тестировала тоже на своем канале. Если не видели это видео, вот здесь по ссылке вы обязательно смотрите. Итак, с чего буду начинать? Давайте достану хоть одну кисточку, покажу вам поближе. Кисточка довольно увесистая. Сделана она из металла, насколько я могу понять, то это металл. Он действительно очень холодный. Наконечник у кисточки выполнен в виде мордочки медведя. Я вам сейчас поближе вот так вот покажу. Очень симпатичный и милый такой медвежонок. Ворс на ощупь очень приятный. Наверняка он сделан из высококачественного плюшевого мишки. Надеюсь, что ни один мишка при создании этих кисточек не пострадал. Это самая большая кисточка из набора. Я думаю, что она отлично подойдет для тонального крема или пудры. В общем, для чего-то такого. Потому что у нее плоский такой срез. Она мне напоминает вот эти кисточки от Real Techniques. Вот по форме они очень похожи. Я как раз их использую для нанесения тона. Для лица есть еще две кисточки. И у них ворс у одной скошенный. Я думаю, что это хорошо подойдет для контурирования. И у другой такой небольшой. Это может быть хайлайтер или консилер или румяна. Также в наборе есть две кисточки для глаз. Здесь уже мишки поменьше. Видите, какие они малыши. Интересно, сколько раз я в этом видео скажу слово кисточка. Если кто может, посчитайте. Будет интересно. По традиции, одевай свои ушки, чтобы уж совсем быть похожей на этого медведя. Сегодня я буду наносить вот такой вот тональный крем от Lancome. Меня часто спрашивают, как он мне нравится или нет. Он очень плотный, очень стойкий. Классный, небюджетный. Но, не знаю, подойдет и для жирной кожи, и для комбинированной. Если вам нужно куда-то на выход. Или, например, делать съемку, как мне. Ну что же, мишка, не подведи меня. Давай попробуем, как ты справляешься. Тяжелый здесь такой наконечник, что он, знаете, тянет кисточку вниз. Я бы сказала, что она все время хочет куда-то выскользнуть из рук. Мне кажется, что эта кисточка наносит очень тонкий слой. За счет того, что она вот такая вот подвижная, она наносит очень тонкий слой. Кстати, в нее не сильно много впитывается. Следующий мишка, которого мы будем сегодня тестировать, это вот такая скошенная кисточка. Я думаю, что она хорошо должна сделать кремовую коррекцию, также сухую коррекцию лица можно сделать. Так что давайте пробовать. Возьму-ка я остатки своего контуринга от Ким Кардаши. Тут осталось вообще совсем чуть-чуть всего. Ну и вот синтетика отлично все растушевывает. Третья мишка на тесте, это кисточка для, я бы сказала, для хайлайтера, потому что она вот такой формы свечки. Мне кажется, ей можно вот закреплять, например, консилер или наносить консилер, но мне нравится ее для хайлайтера. Раз у меня сейчас пудры нет на лице, я немножко нанесу такого кремового хайлайтера. Это у меня палетка от Sleek. Все-таки кисточка все время хочет у меня выскользнуть из рук, потому что мишка сильно тяжелый. С такими кисточками, конечно, не пропутешествуешь вообще. Это будет очень-очень сложно. Ну вообще, блестит. Классная палетка, мне, кстати, нравится. Немножко я хочу добавить контуринга. Я буду использовать вот такие вот румяна в оттенке Taupe от NYX. И нанесу вот этой вот скошенной кисточкой немножко. Посмотрим. Хочется чуть подбавить. Кстати, хотела вам сказать очень крутую новость по поводу NYX. У меня есть специальный промо-код на 20% скидки в российском интернет-магазине NYX Cosmetics. Так что, если вам что-то нужно от NYX или, например, вы хотите что-нибудь креативное придумывать на Хэллоуин, который уже совсем скоро, то я вам промо-код оставлю, конечно, в инфобоксе. Заходите туда. И приятных вам, конечно, покупок. Это очень крутая акция. Ну и давайте переходить к глазам. Я буду использовать кремовые тени от NYX. NYX Elite Lingerie. Я обещала вам сводч-видео. Я про него помню. Скоро его обязательно сделаю. Это мой самый любимый оттенок из коллекции. Это пятый оттенок. Он тоже очень универсальный. Это такой оттенок Taupe. Немножко фиолетовый, немножко коричневый. В общем, такой неоднозначный, но очень красиво выглядит на глазах. Что я буду делать? Я буду наносить его просто на все века с этими тенями. Прямо очень просто работать. Вы наносите на все века до складки. Самый простой макияж. Дальше. Что нам нужно сделать? Пока не высохли тени, мы берем мишку и растушевываем границы. Вы основной цвет на веки не трогаете, а растушевываете только границы. Можете чуть вытягивать, куда вам нужно. К вискам. Или наоборот, делать более круглый такой макияж. И тени растушевываются вообще сами. Вот здесь у нас все высохнет. Трогать нам ничего не нужно. Я, может быть, чуть-чуть подбавлю еще вот сюда, чтобы выйти немножко к вискам. И вот такой вот синтетической кисточкой. И отлично. Они растушевываются. Можно брать и натуральную, но с синтетикой, мне кажется, вот как-то проще. И вот так вот красиво получается. Видите, даже не надо использовать других оттенков теней. Один оттенок прекрасно смотрится. Очень красивый цвет. Просто вот мой любимый. Так, ну и пока тени застывают у меня на глазах, я немножко добавлю в складку уже пятой кисточкой вот такой вот фиолетовый оттенок. Совсем слегка потушую. Хотя, в принципе, это не обязательно делать. Ну вот этой вот заостренной кисточкой это очень удобно. Не знаю, мне кажется, это будут мои любимые кисти. Потому что пользоваться ими какое-то одно удовольствие. Настолько красиво, я не знаю. Как вам там? Расскажите, как они смотрятся. Ну что, я добавила сейчас только тушь и хочу немножко добавить хайлайтера вот из этой палетки. Я, наверное, возьму вот такой вот оттеночек. На, и чуть-чуть подбавлю, чтобы прям сияло очень сильно. Вот удобно такой кисточкой-свечкой делать хайлайтер. Немножко добавлю в уголок глаза, чтобы тоже сиял и сверкал. Ну и вот такой макияж у меня получился такими пятью мимимишными кисточками. Напишите мне, понравился ли вам такой набор, хотели бы ли вы себе такой купить. Ставьте лайки, если да. Надеюсь, что Москина выпустит еще раз такой набор, потому что очень жалко, что не все смогли его купить, кто хотел. Был большой, на самом деле, ажиотаж. Я прям очень рада, что они у меня теперь появились. Займут достойное место в моей большой коллекции. К сожалению, другую косметику я не успела купить. Я очень хочу палетку теней. Возможно, я найду ее где-то на ebay. Если она не будет стоить очень-очень дорого, то, наверное, прикуплю. Посмотрите мои предыдущие видео, подписывайтесь на канал, потому что очень скоро много интересных тест-драйвов, как всегда. И очень скоро увидимся в новых видео. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok